Мы сегодня... Всем привет! В этом видео я покажу, как в домашних условиях снять портрет новорожденного, не имея никаких приспособлений, которыми обладают ньюборн-фотографы. Вам нужно будет взять любое одеяло, ну, то, в которое вы малыша заворачиваете. Можно взять какую-то простыночку, чтобы сделать это более плотным. Вот таким образом. Это у меня просто подушка от дивана. И замотать вот такой бублик. И можно его здесь чем-то соединить. Я соединю такой прищепкой. Смотрите, чтобы она никак потом с малышом не соприкасалась. Все, собственно говоря, место ваше готово. Теперь вам нужно найти одеяло, с которым вы будете работать. Лучше всего постелить их несколько, чтобы вот этого круга не было видно. Я возьму просто обычное одеяло, которое у меня есть в студии. Вот такого плана. Хорошо, если они не сильно текстурные, тогда будет это все еще гораздо красивее выглядеть. И вот это вам нужно накрыть. Вот таким образом. И вот этот круг разместить как можно ближе к краю вашей подушки. И накрыть. Все, место у вас готово. Я его в два раза одеяло сложила. Так, здесь у меня немножко видно, я даже уберу. И вот сюда вам нужно уложить малыша. Я сейчас возьму. Я покажу, как укладывать. Вам нужно положить ножки на краешек. Вот таким образом. И ручку. Вот таким образом. И смотрите, чтобы он у вас, малыш, не заваливался назад. Вот таким образом. И когда вы сделали вот такой круг, у вас коленочка с локоточком соберутся вместе. Ножки. Смотрите, чтобы вот эта ножка сильно не выезжала вперед, не совсем будет красиво смотреться, лучше ее подогнуть назад. Все. Вот таким образом. И чтобы головка была более высоко... Ой, моя яичка. Можно включить белый шум, но у нас Марк хорошо. В принципе, спит. Да, Маркуш? Мальчик. Да. О, и высоска. Ну, чтобы рядышком лежала. И вот эту часть, где голова, можно немножечко приподнять. Вы можете использовать любую пеленку. Вот у меня обычная пеленочка. Вам ее нужно подложить просто вот под голову, чтобы голова больше не смотрела не вниз, а немножко наверх, на вас. Вот вам и готова фотография почти. Идеально будет, если вы достанете ручку. Как достать ручку? Аккуратно берете голову, фиксируете. И ручку достаем. Когда видно три пальчика, это самое лучшее, мой человек. Молодец. Все, готово. Теперь осталось только снять. Да? Так. Молодец. Я чуть-чуть отодвину назад. Потому что у меня очень много света идет. Я хочу, чтобы больше на личике было теней. Да, ты мой хороший. Да. И задник вон. И снимайте чуть повыше. Если вы поднимете голову малыша на вас, то снимать вы будете вот в таком ракурсе. Не низко, потому что у вас будет видно вашу ткань. А чуть-чуть повыше. Или можно попросить, например, папу подержать фон. Мама снимает, папа держит фон. Смотри, Толь, вот так вот. Возьми. Вот так его. А прям зайди назад туда. Вот так возьми. Подержи. Чуть повыше. Чуть повыше. Супер. Я немножко здесь закрою. У меня очень много света отсюда. И сможете снять портрет. Просто нужно подойти поближе. Не нужно сильно много тела брать. Если у вас есть вопросы по поводу слишком много вот здесь, да, тела, что можно сделать? Можно взять наше одеялко, накрыть. Можно здесь надеть шапочку, которую связала бабушка. То есть, в принципе, будет все красиво. Да, мой хороший. И у вас преимущество, когда вы снимаете дома. Вам можно это пробовать в течение дня делать. Если малышу не нравится, места особо много готовить не надо. Это действительно, да? Согласись, папа. Да. Что любой может сделать. В принципе, главное правильно настроить камеру. Да. Смотрите, чтобы ручки особо не уезжали внутрь. Ой, мы все, просыпаемся. Молодец, Марк. Готово. Вот так просто в течение 10 минут можно снять достаточно красивый портрет своего малыша. Надеюсь, это видео было полезно. Всем пока-пока. Естественно, как только вы сняли малыша, вам захочется обработать эти фотографии и сделать их красивыми. А почему я советую снимать, поставив настройки на камеру черно-белой? Потому что вам не нужно будет работать вот как здесь, например, да? Посмотрите, с кельвинами. То есть, вам не нужно работать с настройками камеры. То есть, температура кельвина на улице может меняться. И это не совсем все комфортно. Вам нужно будет знать слишком много ползуночков, чтобы это все привести в хорошее состояние. Можно попробовать, но тут уже нужны определенные знания. Вот. Если вы снимаете в RAW, это формат не JPEG. Мы понимаем, что есть JPEG. Есть формат RAW. RAW – это сырой формат. И с ним очень хорошо и удобно работать. Если у вас есть сторонние редакторы, то есть Lightroom, или вы хотите обработать ваши фотографии в Photoshop, это самый простой вариант – перевести фотографии в черно-белые. И вам не нужно тогда будет работать с какими-то покраснениями на коже, даже вот в речечке. Если у вашего малыша будут, их будет незаметно. Как перевести в ЧБ? Давайте я возьму фотографию. Вот, например, да? Или даже та самая, которую я уже обработала. Вот она. Вам нужно будет кликнуть Black and White. Но вы заметите, что ваш снимок станет серым. Вам нужно будет сразу поднять контраст, если понадобится экспозицию. И посмотрите, сверху есть два ползуночка. Ими тоже можно изменять вашу фотографию. Давайте подгоним примерно на тот вариант, который нам нравится. Light – вправо, тени – влево. Повысим контраст. Сделаем фотографию посветлее. Вот здесь, кстати, ползунки внизу. Ими тоже можно очень красиво настроить цвет. О, вернее, черно-белое не цвет, естественно, да, а поработать на черно-белой фотографии. Вот смотрите, например, ползунок красный отвечает за покраснение на коже. И чтобы их убрать аккуратненько, мы сдвинем вправо. Но немного. Оранжевый, он отвечает за насыщенность вообще вот кожи, то есть ее плотность. То есть, смотрите, если я уведу, вот она какая-то становится посветлее сделать направо. Ну, сильно тоже не надо. Мы хотим оставить объем на фотографии. Зеленый, он отвечает здесь, ой, желтый отвечает за фон. Я тоже не хочу его сильно трогать. И остальные ползунки я трогать здесь не буду. Ну, я немножко хочу, сейчас я уберу вот эту точку, я хочу немножко еще повысить контраст в кривых. То есть, я подниму вот эту часть вверх, опущу вот эту вниз, а вот эту часть подниму наверх. Все, готово. Мне кажется, очень красиво получилось. И теперь, когда вы уже все это сделали, вы можете все эти ваши настройки перекидывать на все последующие фотографии, которые вы сделали. Ну, у меня уже они обработаны. Ну, я могу вот с той фотографии перекинуть сюда. И если я вижу, что сильно изменились какие-то параметры, я могу их, вот здесь, например, экспозицию чуть убрать. То есть, она явно была светлее. Тем более, когда вы снимаете с натуральным светом, у вас много шансов, большой шанс того, что от фотографии к фотографии экспозиция, то есть освещенность вашего снимка будет меняться. Готово. И можете на каждую фотографию переложить ваши настройки. Все, в принципе. Если вам нужно убрать вот какие-то такие вещи, ну, во-первых, можно, чтобы, например, кто-то подержал фон, чтобы этого избежать. Если у вас не было такой возможности, то откройте Photoshop. И в Photoshop есть такой инструмент, который называется Liquify. И легко можно исправить такой нюанс. Сейчас я покажу, как это сделать. Mark. Так, ну, давайте вот возьмем вот такой снимок. Или вот этот. И мне, например, нужно исправить вот эту часть. Я нажимаю на клавишах Ctrl-Shift-X. Сейчас у меня появляется вот такое меню. Называется Liquify. Беру самый верхний инструмент, самую большую кисточку. И аккуратненько поднимаю вот эту часть. Готово. Окей. Если вам нужно сделать кадрирование, то есть, например, если вы сняли и вашу фотографию, например, где-то вот тут получился малыш, еще где-то, да. То есть вам нужно нажать. Сейчас я с самого начала вам открою и скажу. Вам нужно нажать Ctrl-A, потом Ctrl-S и Ctrl-V. То есть вы вырезали изображение и обратно вставили. И теперь вы можете его кадрировать. То есть если вы нажмете Ctrl-T, трансформация, и зажмете клавишу Shift, вы можете увеличить ее, да. На краешке, видите, появился стрелочками, вы можете ее повернуть. То есть по желанию. Я советую оставлять малыша где-то в нижней части кадра. Вот так будет выглядеть максимально красиво. Если вам кажется, что вот здесь какие-то темные пятнышки появились, вы можете взять, во-первых, продублировать слой, нажав Ctrl-J. Ctrl-J. Взять кисточку. Давайте вот здесь вот кликнем на цвет. Возьмем светленькую. Окей. Потом нажмем B, Brush. Возьмем самую мягкую кисточку. Вот видите, у меня тут процент всего лишь... Давайте возьмем 3 процента. 3. И я закрашу. Несколько мазков, если вы сделаете. Готово. Все. Вот у нас на фоне ничего нету. Мне кажется, получилось очень красиво. Надеюсь, урок целиком был вам полезен. Если есть какие-то вопросы, пишите внизу. Я в комментариях. Я с удовольствием отвечу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.